Впервые в истории корпорации третий этап комплексной спартакиады проходил в Березниках. Битва за губок между площадками ВСМПО и АВИСМА началась в бассейне «Титан». В первом заплыве выиграл березниковец Александр Стариков, а наш пловец Виктор Шустиков, увы, совершил фальстарт. В следующих двух заплывах касание проиграли представителям АВИСМА Алексей Реутов и Андрей Бессонов. Только Лев Ефимов уверенно победил в своём заплыве. У женщин выиграть смогла лишь Ольга Кулешова. В итоге счёт 6-2 в пользу соперников из Березняков. И это в плаванье, где мы считались фаворитами. Затем спортсмены переехали в лыжный комплекс Новожилова, где проходили лыжные гонки. Мы приехали за час до старта. То есть мы прокатились троечку, посмотрели. Всё было хорошо, нам понравилось. Екатерина Мельникова молнией промчалась по трассе и уверенно выиграла в поединке с представительницей АВИСМА Марией Янчуркиной. Но уже в следующей возрастной группе Олеся Смольникова неожиданно проиграла своей сопернице. Марина Ларькова вновь вывела наших спортсменов вперёд, но Лидия Бокова из Березняков восстановила статус-кво. 2-2 после женских лыжных гонок. Трасса такая, это хорошая, рабочая, в плане того, что везде равнина, как бы равнины, такие затяжные подъёмы, но отдохнуть негде. То есть не сесть, вот как мы садимся за спуском, вообще невозможно. То есть надо работать, работать до последнего, сколько есть сил. Из всех заявленных лыжников мужчин выиграл у березняковцев только Евгений Муромцев. Практически все солдинцы показали результаты ниже своего уровня. Трасса у них стоит из двух кругов, двухкилометровый и трёхкилометровый. И в принципе, так-то подъём, один длинный подъём на двойке и спуск длинный. А на троечке так, первый подъём длинный. В общем, отдыхать негде, просто надо было работать. Маленькая проблема у нас со смазкой у всех была, где получилось. Снег пошёл сегодня, и получилось, на карточку было сделать. По результатам лыжных поединков счёт 5-3. Но впереди ещё две эстафеты. Организаторы соревнований расставили спортсменов по этапам, исходя из возраста участников. Нашим женщинам нужно было сделать отрыв для Марины Вахониной, бежавшей на последнем этапе. Мельникова, Смольникова и Ларькова справились с этой задачей. И вот за 150 метров до финиша с большим отрывом идёт наша лыжница. Она начинает работать на финиш и падает. В итоге команда «Ависма» финиширует первая. Подъём заехала нормально, а со спуска сыграла, наверное, волнение больше. Несмотря на упорную борьбу на всех этапах, наши лыжники также уступили спортсменам из Березняков. 2-0 не в пользу в СМПО. И это в тех видах, в которых традиционно салдинские спортсмены были сильней. Следующий этап во дворце спорта «Титан». Парад участников выступлений руководителей команд Михаила Васюкова от «Ависма» и Евгения Бабкина от ВСМПО. И в бой вступают баскетбольные команды. Отменная игра баскетболиста и стана металлургов Руслана Мехина, который в первой четверти был неудержим, создала комфортное преимущество для березняковцев. Команда ВСМПО в корзину сумела забросить 41 мяч против 50-ти «Ависмовских». В первой четверти допустили достаточно много ошибок. То есть, кидали, не попадали. Всей командой на подбор в нападении не шли. То есть, стояли в основном на трёшке, ждали, что будем делать. Допустили несколько ошибок, которые повлияли на счёт в первой четверти. То есть, по-моему, плюс 12, сразу мы проиграли. Одновременно с баскетболистами боролись за победу и теннисисты. Роман Сиротин и Виталий Шнянин с ВСМПО играли с Алексеем Хрящевым и Толгатом Негамедзяновым из команды «Ависмо». В играх с Хрящевым ребята на двоих взяли только одну партию. Соперник очень непростой, подготовка у него есть. Всё просто, я говорю, мне лучше повезло, что всё равно зал, как более-менее наш, освещение привыкает, очень влияет своя сторона, так сказать, территория. Так, конечно, соперник очень сильный тоже. Я говорю, конечно, ожидали, что будет тоже, которым в том году был Каигородов, но этот не хуже, конечно, тоже играет. То есть, есть таланты. В играх наших теннисистов с Толгатом Негамедзяновым была упорная борьба. Виталий Шнянин проиграл со счётом 3-2, уступив победу в последних двух розыгрышах. Роман Сиротин взял верх над соперником из «Ависмо» со счётом 3-2. В парной встрече наши ребята не сумели оказать достойного сопротивления металлургам. В итоге в настольном теннисе команда ВСМПО также уступила «Березняковцам». Делать это в собственном умении. Тренироваться надо, не хватает на всё время. Последняя возможность победить была в волейболе. Наша команда отлично сыграла первую партию, выиграв у соперников 25-17. Во второй партии команды будто подменили. Уже спортсмены 32-го цеха «Ависмо» взяли верх над волейболистами цеха номер 10 ВСМПО со счётом 25-17. Третью партию соперники сражались как львы, но удача улыбнулась хозяевам. И они выиграли партию со счётом 15-11. Мы не ожидали, конечно, что именно сразу во всех спорте, ну, видах, да. Ну, вот так получилось, конечно, что вот 5-0. Это, конечно, ну, неожиданно. Спортсмены из «Березняков» оказались сильнее гостей из верхней Салды. Но теперь у салдинцев есть возможность потренироваться, чтобы в сентябре взять реванш за досадное поражение.